тоже молодая республика он таким буром полонария того же до временно оккупированы еще не проснулись здрасьте потерпите подожди 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 с той стороны отечная размачивалась и здесь вот ранка появилась слышите но надо отеки снимать тогда они не будут трещать там ноги отеки может и от сердца от сердца да ну надо жидкость выгонять эту а шуши сделает сердце для того чтобы понять причину надо ложиться в стационар а что больница мне даст мне же денег нету там же шани сразу назначить что капаться до капать а капать это тысячи три надо а где их возьмут а то и больше а то и больше а то и больше не никакой больницы ну тогда давайте хотя бы так хотя бы через день размачивайтесь пока пока ранки не затянутся ну пейте таблетки поехали мы тогда все как придешь я работаю в амбулатории с 2007 года фапы были которые относились к амбулатории то есть фап это маленькое подразделение амбулатория это уже какое-то такое крупненькое фапов не осталось на кряковке разбили фап на вот на лопаскина и на лобачева строение остались неповрежденные 11 шо ела вчера купила 4 штуки ну шо это такое грядки копаете недели не мед ничего ну держалась думаю лиля похвалит меня вчера в магазин зашла эклеры лежала из покусителя раиса но 11 так вроде бы и не сильно как вчера всех лекарств напилась легла успокоена не и не не волновалась ничего и и и жахнула тут прям возле речки жахнула и все то ли еще она будет то ли уже прекратилась то а сердце тоже дернулась как же вас уговорить чтоб вы не слушали это эти взрыва ну чё вы их слушаете но шо ж я даже не кран шо закрутил на кого повода мы решили сможем встретить спокойную тихую комфортную старость и мы сюда приехали ну ты встретили живем сейчас на самом краю вселенной на войне ну даже события которые четырнадцатом году начались абсолютно не верили хотя это все возле нас разворачивалась и пока не начали обстрелы пока нам дом не повредили мы все думали что это временно но это оказалось уже шестую до события здесь люди жили ну очень хорошо все огороды засаженные все работали перевернули с ног на голову трюхизбинку полностью это совсем не трюхизбинка которую мы приехали 12 человек у нас взрослых убитых мирных населения и плюс еще две девочки я всегда не ходили на говорю потому что убитые дети это вообще это ужас это нельзя на это не смотреть и нельзя это вообще понять почему я работаю с мужем муж у меня водитель поддержка всегда должна быть рядышком врач приехал с киева такая грамотная такая хорошая такая располагает жителям так понравилось вот такие бабушки доктор как она она просто не может доехать до навайдара поэтому ей очень сложно и ваша помощь очень даже нам не то что к месту а очень нужно если бы по часу поездили к нам вообще было бы здорово потому что ну ну не получается не так вы еще не видели те села которые лобачева лопаскина там вообще транспорта нету там вообще маршруток нету вот они действительно на краю света и скорая помощь туда едет три часа три часа едет скорая помощь у нас врач здесь был у нас стоматолог был у нас акушерка здесь была у нас педиатр здесь был понимаете у нас взрослая медсестра была детская медсестра было да и это все закончилось буквально четырнадцатом году когда мужские специалисты каждые три месяца сюда приезжали вот рекомендации это для вас карточку для семейного врача и вы в аптеку с этим придете заключением вам дадут лекарства я уже здесь не буду я до рекомендации вам дай мне дали и обращаться да 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 дальше уже к вашим обращаться но метро реформа идет конечно и хорошо все но применительно к нам я как-то еще не недопонимаю в конце концов и врач семейный у нас до 30 километров вот и вся реформа пока но жители подписали декларацию они надеются наверное а может просто бояться остаться без обслуживания невропатолог все закончилось да врачи у нас были как раньше чтобы хотя бы терапевт был постоянный а у нас почему туберкулез у нас процветает почему у нас легк рак легких процветает потому что мы никогда не проходим я например не помню когда я последний раз проходила приоритет совсем не помню сколько у нас от сердечно-сосудистой поумирала в результате вот это конфликта стрессы от стрессов все заболевания куда ж от нее делись привет киеву 14 15 года даже армия приехала без медиков военные гражданские какая разница вот приходилось выезжать оказывать помощь в халате и он в крови выстирать его невозможно и поэтому приходилось просто полить эти халаты я выдержала два с половиной года четко все ну а потом уже накрывает полностью потом плакать начинает дала а сколько давление валя давно 60 на 40 ну сейчас приеду хорошо валя валя или вы не стендовала да да вот это пальчик с лесного не обработала надо обязательно ну знаешь она очень тяжелая она умирает собери вещи которые хоронить надо приятно поубирай начни уборку убирай перестели и и шубана была нормальная я уважаю свою профессию это первое я ее выбрала разве у меня есть альтернатива какая-то если я могу это сделать если в округе никого нету кто может помочь почему я должна спрашивать себя хочу не хочу я я могу это делать значит я должна